МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! С вами программа Пункт назначения. Мы продолжаем путешествовать на автомобилях в интересные места нашей области. И как только мы начали съемки нашей программы, я провел небольшой опрос в соцсетях. Куда же есть смысл поехать? И самое популярное место, которое мне рекомендовали, будет то место, куда мы сегодня отправимся. 150 километров на юг, в Пижанский район, Лежнинское озеро. Перед нашим сегодняшним путешествием мы заехали в сервисный центр моторов для того, чтобы оценить состояние подвески, всех жидкостей и быть полностью уверенными в нашем сегодняшнем путешествии. Рекомендую делать это и вам перед каждой дальней поездкой. У нас в дороге сегодня вот такой помощник. Это видеорегистратор, который не только наши с вами права защитит, но и, собственно говоря, наверняка запомнит что-то интересное. Дорога у нас необычная, дорога, по которой мы едем в первый раз. Может быть, даже некоторые кадры с него и войдут в программу. Посмотрим. Лежнинское озеро – рятский светлояр, как гласит одна из легенд. Озеро скрывает с собой село с деревянным храмом, ушедшее на дно то ли за грехи, то ли наоборот скрыло от врагов прозрачными водами светлых людей. Такова легенда. Геологи же говорят, что озеро образовалось после провала огромной подземной пещеры. И еще есть версия, что озеро образовал упавший метеорит. Аутлендер лучше своих братьев-пракетников на легком бездорожье, но, возможно, проиграет им асфальтовую битву. Двигатель тоже не инновационный, зато прослужит гарантированно долго. В общем, Аутлендер при всех своих новациях в дизайне по части инженерных решений весьма консервативный, что хорошо примет по-хозяйски настроенные будущие владельцы. Мы потихонечку выбираемся из загруженного города и выезжаем на трассу. Сейчас будем двигаться строго на юг, но и будем надеяться, что трасса не очень сильно загружена. За рулем мне весьма удобно. По материалам чувствуется мягкий пластик. Он не издает никаких ни шумов, ни скрипов. Не такой мягкий, как в предыдущих машинах мы ездили, но зато даже двери здесь отделаны хорошо. Шумоизоляция, я бы сказал, средняя. Японцы никогда особо ставку на это не ставили, но в машине довольно хорошо. Я вспоминаю предыдущее поколение Outlander и его весьма и весьма жесткую подвеску. Этот автомобиль тоже не мягок, но подвеска уже не такая зубодробительная, как была в предыдущем поколении. Чувствуется, что автомобиль тяжелый. Но двигатель 2.4 с мощностью 170 лошадиных сил, наверное, для него оптимальный. Сейчас нам предстоит сделать первый трассовый обгон. Сделаем это в автоматическом режиме. Ну, по-моему, мы просто взлетели. Я наслышал про несколько пустой руль Outlander. И что могу сказать? При абсолютно ровном движении, наверное, да, и ощущается отсутствие обратной связи. Но при каких-то малейших уклонах и поворотах руль все-таки наливается тяжестью и достаточно информативен. С эргономикой у Mitsubishi все в порядке, но проехав 12 километров, я почувствовал, что надо бы мне еще немножечко подогнать сидение. Благо электрические регулировки позволяют это делать, не отрываясь от вождения. Ну вот, вроде бы теперь мне хорошо совсем. Что касается интерьера. Очень мне нравится приборная панель. Очень хорошая подсветка, очень хороший дизайн. И что удивительно, все показатели бортового компьютера и некая информация на кнопках русифицирована. Мультифункциональный руль очень богат на различные кнопочки и переключатели. Будем потихонечку разбираться. Значит, справа я вижу блок управления круиз-контролем. Чуть попозже мы его опробуем. Слева у нас блок управления музыкой. Чуть ниже громкой связью через блютуз. Очень интересные подрулевые переключатели. Если мы перейдем в механический режим переключения скоростей, вот этими подрулевыми лепестками мы будем прибавлять и убавлять наши передачи. Информационный дисплей с экраном тачскрин. То есть мы можем касание и переключать волны. Но вот несмотря на то, что мы едем на кроссовере, большинство которых предназначено для езды по асфальту, находясь в салоне Mitsubishi, меня не покидает чувство, что мы находимся во внедорожнике. В настоящем полноценном внедорожнике. Проехав около 50 километров от города, появилось желание положить правую руку на подлокотник. Благом здесь есть и достаточно широкий. Друзья, в пути нас застал дождь, что делать из нашего обычного путешествия целое приключение. Сейчас мы съезжаем с комфортной трассы на неасфальтированную дорогу. Вот впереди знак, обуховый 13 километров. А сейчас перейдем направо и будем искать съезд в поле для того, чтобы доехать до озера. Здравствуйте! Подскажете ли нам, как на Лежнинское озеро проехать? Вот там еще речка будет. Проезжаем обе речки, да? Нет, вторую речку как проехать, если вернете налево. После второй речки налево. Да-да. Вот тот визит, да, вот будет? Ага. Километр. Друзья, вдоль, намотавшись по полям, мы увидели издалека вот такие таблички. Мы стояли в УАЗе, когда-то он направлялся сюда же. Ехал он очень быстро, хотя мы тоже от него не отставали. Вот когда доехали до этой таблички, поняли, что мы на месте. Уже отсюда видно ровную гладь озера. Друзья, в нашей программе мы ищем и находим красивые места, такие как Лежнинское озеро. А насколько красив наш сегодняшний спутник, мы сейчас оценим. По сравнению с предыдущим поколением, новый Атлендер стал куда более мягким и дружелюбным. Предыдущий асфальтовый агрессор остался в прошлом. И теперь этот автомобиль больше надежный друг, о чем говорят и плавные линии дизайна, и общее восприятие автомобиля. Нет каких-то острых углов, нет агрессии ярко выраженной. И, честно говоря, мне этот дизайн все больше и больше нравится. В нашей программе я все время придерживаюсь к зеркалам, потому что производители в угоду аэродинамики делают их все меньше и меньше. Так вот, к зеркалам Mitsubishi Outlander у меня претензий нет. Они достаточно большие и информативные. В машинах такого класса, как Outlander, конечно же, большую роль играет багажник, потому что, приехав сюда, сюда можно привезти и палатку, и какое-то спортивное снаряжение. В такой багажник всегда есть, что положить. Вот, как устроен багажник Outlander, мы сейчас посмотрим. Функция электронного открытия багажника перекочевала в Outlander из более дорогих версий автомобилей. Но, что важно, такая опция позволяет сохранить руки чистыми, особенно в грязную погоду. Погрузочная площадка выровнена, да, что, в общем-то, весьма и весьма удобно, допустим, при загрузке чемоданов. То есть нет вот этой полочки, которая проваливается. Значит, что у нас здесь? Здесь, в общем-то, можно было ожидать увидеть запаску, но запаска на самом деле находится внизу. А здесь ящички для различных мелочей. Складывание сидений в Outlander начинается вот отсюда. Для начала мы убираем подушку. И только после этого складываем спинку. Получается практически ровный пол. Ну и, собственно говоря, если сложить весь диван, сюда вместится много чего. Чем полезен ровный пол? Не только для того, чтобы перевозить грузы, но если вы отправились, например, на Лежнинское озеро и не взяли с собой палатку, переночевать вы сможете прямо здесь. Этот вот резиновый коврик, который мы здесь видим, является дополнительным оборудованием для того, чтобы защитить от грязи багажник. Outlander я отнес все-таки ближе к внедорожникам. Почему? Потому что у нее есть ярко выраженные характеристики внедорожной геометрии, очень хорошие свесы, высокий дорожный просвет 220 мм. Наличие принудительно подключаемого полного привода и пониженной передачи позволяют ему гораздо больше возможностей достигать на легкой грязи и на преодолении каких-либо препятствий. Outlander хорошо подойдет в голове семейства, которым нужен надежный и практичный универсальный автомобиль. Любые оценки всегда субъективны, да и нет у нас столько времени эфирного, чтобы рассказать об автомобиле все. Я желаю вам пройти свой тест-драйв автомобиля Mitsubishi Outlander 3. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!